Спасибо, Юля. Слава Богу, что не забыли мою просьбу. Ну что же, доброе утро вам, дорогие коллеги, доброе утро вам, дорогие телезрители. Мороз на улице. В морозы мы как-то все время говорим об автолюбителях, которые страдают с автомобилями, заводят, греют, разогревают. Но как-то вот все время забываем про обычных автобус-любителей, скажем так. И вот в морозы не всегда и не везде достаточно тепло и комфортно в автобусах. Об этом мы сегодня поговорим. Юрий Николаевич Швыдкин в гостях. Депутат Законативного собрания. Доброе утро. Доброе утро. Юрий Николаевич, вы у нас вот в рамках народного контроля контролируете, вот насколько наши автоперевозчики автобусные хорошо и правильно и комфортно себя ведут в отношении пассажиров. И вот об этом хотелось поговорить. Какова ситуация? Проверяли, не проверяли? Что, собственно, показала проверка? Да, спасибо. Значит, проект народный контроль распространяется на все сферы практически жизненности человека. Значит, здесь вопрос касаемых данных, в случае, конечно, это автобусные перевозки. Нужно отметить, что большинство жителей, значит, Красноярского края, города Красноярска в частности, значит, безусловно, ездят на пассажирских автобусах. У нас две категории. Муниципальный транспорт и автобусный парк, принадлежащий частным автоперевозчикам. Значит, уже не первый раз мы осуществляем проверку. Первый раз, вы знаете, изначально было положено, это, к сожалению, в связи с теми трагедиями, дорого-транспортными происшествиями, которые произошли на территории Красноярского края. Главный уклон был на обеспечение безопасности граждан, пассажиров. И прежде всего, это, безусловно, наличие различных инструментов, аптечек, там, соблюдение самими водителями правил, значит, мы и пассажирами. В последующем мы уже перешли, исходя из актуальности, исходя из обращений жителей в мой адрес и в адрес моих коллег. Это, безусловно, значит, опять же, обеспечение безопасности уже в рамках внутригородского, значит, сообщение оборудования остановочных пунктов, ну и с учетом того температурного режима, который на улице, он достаточно прохладный сегодня тоже, значит, это обеспечение, ревизия, осуществление некоторых контрольных, я имею в виду слово мероприятий, в части, значит, комфортности нахождения пассажира в автобусе. Значит, проверял, безусловно, не только Швыдким, значит, это осуществлялась проверка с представителями общественности, с жителями, да, непосредственно, а также представитель департамента транспорта города Красноярска, администрации города Красноярска для того, чтобы, значит, ну, помимо выявления, самое главное, чтобы эти причины были устранены, значит, а для этого, конечно, должен быть в некоторой степени и административный ресурс применен по отношению к тем или иным перевозчикам, и в том числе сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Вот комплекс вот этих проводимых мероприятий и наличие представителей соответствующих служб, на мой взгляд, ну, позволил в некоторой степени, если не оздоровить полностью обстановку, но, во всяком случае, сделать определенный шаг. Конечно, вот сейчас вот даже некоторые средства массовой информации показывают, да, и сам я видел неоднократно, продолжаются, значит, тем не менее гонки, продолжается, значит, недостаточное соблюдение правил в части остановки на остановочном пункте, что затрудняет пассажирам, пластым жителям непосредственно осуществлять посадку-высадку. Подсыпка дорог в этой части недостаточно. Значит, меня беспокоит сейчас остановочный пункт в Свердловском районе, например, в Мосной площади, потому что, хотя уже написано с моей стороны в адрес прокурора Красноярского края, и сейчас тоже осуществляется проверка, что нужно привести меры вплоть до того, чтобы прокурорское реагирование к тем лицам, которым предписано навести соответствующий порядок в этом месте, потому что там рытвенные, будем говорить, надолбы различные и так далее. Вот такая работа проводится, она носит, хоть и понятно, исходя из актуальности той или иной проблемы, но в то же время носит системный характер. Чтобы это не получилось, что какой-то одноразовой акцией, это, безусловно, системный характер, мы будем отслеживать и дальнейшем эти вопросы. Этот проект распространяется не только на город Красноярск, но и Красноярский край в целом. Буквально на днях я был в городе Каннске, где также проводили соответствующие проверочные мероприятия. Ну, на мой взгляд, я надеюсь, в всяком случае, что это скажется положительно. Хотя, еще раз говорю, во многом играет большую роль человеческий фактор. Ну, вот безопасность дорожного движения, это понятно, это можно проконтролировать. А вот этот, вот, такой, казалось бы, не очень значительный факт, но тем не очень важен, это вот комфорт и, ну, теплый салон в автобусе. Я так понимаю, что это же никак, нигде никаких критериев не прописано, сколько там температура должна быть в салоне, там, вот как можно... Мы правильно отметили, раньше, значит, безусловно, были критерии, там, температурный режим, вплоть до того, что по пояс, там, и так далее. Сейчас такого нет. Но, вместе с тем, мы должны просто понимать и ставить себя на место пассажира того или иного автобуса. И должна быть некая комфортность. Конечно, температура не должна быть, как на улице, да, значит, минус 24, там, сколько вот у нас Афонтово показывает? 28. Да, 28. Это достаточно серьезная температура, конечно, такая температура не должна быть. Но в то же время и температуры не должны быть резкие перепады. То есть, грубо говоря, плюс, там, непонятно какая цифра, плюс 20, да, условно говоря, и минус 28. Резкий контраст может привести к простудным заболеваниям. Но это ни в коем случае не является основанием, не является оправданием для того, чтобы температура была прохладная. Это может, так можно до всего договориться. То есть, должна работать печка, при этом на втором соответствующем режиме должны быть плотно закрыты стекла, окна. Значит, безусловно, должны закрываться, значит, двери автобуса. Буквально вчера я смотрел, еще в одном средстве массовой информации, когда двери просто не закрыл вообще водитель. И автобус двигался, это тоже ненормально. То есть, водитель должен чувствовать свою ответственность. То есть, я неоднократно подчеркивал, и водитель, и перевозчики, которые должны проводить беседу, которые сами должны осуществлять контрольные мероприятия, в том числе негласного характера, они должны относиться к пассажирам, как к своим родителям. Вот если это будет происходить, то тогда, конечно, и будет соответствующий порядок. А только, получается, на сознательность надеяться, а по-другому никак? Ну, в большей степени нет, как сознательность, но мы ее принуждать должны иногда, эту сознательность. Понятно, что силу воспитательной функции изначально, если сознательность не выработана, тогда, ну что, надо принуждать соответствующими мерами. То есть, есть возможность, не знаю, какой-то закон, правила выработать? Мы же все-таки город такой сибирский, да, у нас с морозами слабо все порядки. Как таковые правила существуют в этом плане? Не существует, правильно вы сказали, критерий температурного режима, но элементарные правила не существуют. Ну что, спасибо. Будем надеяться на сознательность, правда, наших вот автоводителей. От нас вам сладкий презент, точнее, кофейник эксокринтель. Спасибо большое. И прошу сегодня чай попить. Пельмени надо попробовать. А, пельмени, да, обязательно, чтобы главного на всех хватило. Ну, хорошо, спасибо. У нас Юрий Николаевич Швиткин был в гостях. Депутат ЗС говорили о том, как нам добиться комфорта в салоне автобусов. Мы будем, если что, наладить эта ситуация. Коллеги, вам слово. Продолжение следует...